Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. Кстати, не забудьте подписаться, если вы ещё нет. И меня постоянно в комментариях просят сделать рейтинг цивилизации, как я делал для пятой цивы. И, кстати, опять же, если вы пропустили, то ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Посмотрите, как оно было. Для шестой цивы я считаю, что рановато. Надо дождаться, когда все дополнения выйдут, потому что могут меняться способности цивилизаций. Так что ждём Кезеринг Сторм, тем более ещё и новые цивы выйдут. Но вот рассказать о том, какие цивилизации банят в сетевой игре, мне кажется, будет и полезно, и интересно вам. Ну и будем считать это такой прелюдией уже к рейтингу цивилизаций. Возможно, я ещё чуть позже сделаю видео просто о сильных на данный момент цивилизациях в шестой циве. Всё зависит от ваших комментариев и лайков, естественно. Итак, какие же цивилизации вы вряд ли увидите в нормальной сетевой игре? Только если в случайной, там, с рандомами, которые довольно скоро из неё выйдут. Самые две убер-цивилизации — это Австралия и Корея. Почему так происходит? Начну с Кореи. Это просто лучшая цивилизация на развитие, а всё из-за уникального района Кореи — Савона, который заменяет кампус. То есть, во-первых, он в два раза дешевле в строительстве, чем кампус. Ну, любой уникальный район так работает. Во-вторых, он сразу даёт четыре науки. Напоминаю, свойство Савона в том, чтобы он не соседствовал с другими районами. Если для обычных районов, для кампусов, за другие нации, как раз требуется соседство, то для Савона нет. Потому что соседство как раз даёт минус одну науку за каждый соседний район. Если вы ставите Савон, не соседствуя ни с какими другими районами, вы сразу имеете четыре науки. Для того, чтобы получить четыре науки любой другой цивилизации, нужно очень сильно постараться. А Корея имеет это сразу. Единственная проблема — Савон должен быть на холме. Но чаще всего хоть один холм, да можно для Кореи найти для каждого города. Как будто этого мало. Видимо, разработчики посчитали, что раз Савон ни с какими районами соседствовать не может, то это проблема. Давайте тогда дадим фермам и рудникам рядом с Савоном бонусы. Так вот, каждая ферма рядом с Савоном имеет плюс одну еду, а каждый рудник рядом с Савоном плюс одну науку. И как будто этого еще мало. Каждый губернатор за повышение добавляет плюс три процента к науке и культуре от города. То есть мало того, что у вас район уникальный много науки дает, так вы его еще и аккумулируете с помощью губернаторов. Ну то есть три повышения, считайте, плюс десять процентов науки. Поставили Савон — четыре науки, пускай и три рудника рядом, еще три — семь науки. И губернатор с тремя повышениями — восемь науки. Это вообще не особо даже напрягает. Так еще и карточки на бонусы соседства, которые в два раза увеличивают, на Савон работают, хотя этот плюс четыре — это не соседство. То есть дошли до рационализма, по-моему, нет, ну не помню где-то карточка. Поставили и сразу восемь науки вместо четырех имеете. В общем, при равных условиях, если в игре есть Корея, вы никогда в жизни не сможете ее обогнать по науке. Да, я уверен, в комментариях мне могут написать, так надо сразу нападать на Корею, чтобы она так не развилась. Во-первых, чтобы нападать на Корею, вам нужен действительно мощный, ранний, уникальный юнит. Потому что в любые другие юниты Корея выйдет раньше вас. В мечников, в рыцарей, да во что угодно, чем вы там собираетесь на нее нападать. Во-вторых, это означает, что у вас, скорее всего, будет упорка с ней. Мы же про ФФА говорим, я надеюсь. То есть вы воюете между собой, да, пускай вы там затормозите Корею, но таким образом вы и себя затормозите. А взять Корею, я очень сомневаюсь, что у вас получится. Если, конечно, за нее не играет совсем уже неумека. Вот и получается, что Корею в ФФА допускать нельзя. Это слишком крутая нация. Вторая подобная нация, это Австралия. Здесь не так очевидны те бонусы, за которые ее банят. Но нация все равно очень хороша. Во-первых, странный бонус плюс 100% производству Австралии, если ей объявлена война в течение последних 10 ходов. То есть Австралия получает в 2 раза больше производства, если ей объявляют войну. И как будто этого мало, то же самое она получит, если освободит город какой-нибудь. То есть рядом с Австралией лучше не захватывать никакие города-государства, ни его соседа. Потому что хотя бы один город отбить и освободить, австралиец наверняка попробует. А при этом вы ему еще и не можете войну объявлять. Потому что такой крутой бонус, как в 2 раза больше производства, очень сложно перебить. Как будто этого мало. Кампуса, центры коммерции, священные места и театральные площади имеют плюс 1 на клетках с притягивающим престижем. И плюс 3 на клетках с потрясающим престижем. Если рядом с Австралией есть горы, то они вполне могут дать австралийцам кампусы на плюс 6 аж. Потому что, во-первых, от самих гор. А во-вторых, горы увеличивают престиж клеток, которые рядом с ними находятся. И в принципе, самые большие бонусы к кампусам в 6 циве я видел именно за Австралию. Ну а другие бонусы, что пастбище совершает культурный захват и уникальное улучшение Австралии. Это просто хороший бонус. Они будут говорить, что это что-то плохое. Вот, например, у Кореи Хвачха не самый крутой уникальный юнит. У Австралии уникальные улучшения очень неплохие. Но если бы не вот эти в 2 раза больше увеличенное производство и бонусы за тайлы с притягивающим престижем, Австралия не была бы такой убернацией. Правда, уникальный юнит у Австралии тоже очень-очень мощный. Диггер, который имеет плюс 10 боевой мощи на прибрежных тайлах и плюс 5 боевой мощи в бою на нейтральной или чужой территории. Ну, примерно как бонус у казаков российских, только они имеют бонус рядом со своей территорией на своей, а у Диггеров наоборот на нейтральной или чужой. Тоже мощный юнит, но, опять же, повторю, если бы не вот эти способности Австралии увеличить производство, ее бы не так часто банили. А так, Австралия и Корея это просто обязательный бан в любом случае. Следующие цивилизации банят из-за того, что у них слишком крутые бонусы на войну. Во-первых, Македония. Ее я вам показывал в стриме на божестве. Еще я планирую вам показать, собственно, в сетевой партии с рандомными участниками, чтобы вы увидели, насколько крута Македония в войне. Просто потому, что это единственная нация, которую можно упороться в войну и за счет этого получать бонусы. А все потому, что захват городов дает Македонии озарение за каждый военный лагерь или кампус и вдохновение за каждое священное место или театральную площадь. То есть вы можете особо не исследовать тейхи, но получать постоянные эти озарения, вдохновения и забить на строительство кампуса, театральную площадь. При этом города в нашей империи не испытывают усталость от войны. А все боевые юниты, вообще все, где бы они ни находились, восстанавливают здоровье после захвата города с чудом света. У вас сосед построил чудо, идем его захватывать. При этом два уникальных юнита в Македонии очень классные в войне. Они ранние, это гитайры, которые заменяют всадника и гипосписты, которые заменяют мечника. И тот и другой юнит не требуют уникальных ресурсов. Правда, вот в дополнение вроде это как изменится. Кажется, уникальным юнитам все-таки заставят использовать какие-то стратегические ресурсы. Но на данный момент гитайры и гипосписты очень классные. Гипоспист получает плюс 50% бонус поддержки. И плюс 5 боевой мощи при атаке районов. То есть как раз для захвата города то, что надо. Правда, надо не забыть бонус поддержки открыть в военной теории. А гитайры имеют плюс 10 с генералом. То есть просто от генерала плюс 5. И сами по себе гитайры еще плюс 5. То есть плюс 10. Сила гитайров. Это круче, чем рыцари становятся они. Ну не круче, ладно, что я. Почти как рыцари. Но появляются во всадниках. Так мало этого. У Македонич уникальное здание школы царских пажей, которое дает 25% от производства военного юнита в науку. То есть, например, гитайр стоит 100% производства. Вы его построили и получили 25 очков науки. Нормально? То есть просто забиваем вообще на все. Строим военные лагеря. В них школы царских пажей, которые заменяют бараки. И понеслась. Это работает для юнитов ближнего, дальнего боя и гитайров. Несмотря на то, что школа царских пажей заменяет бараки, которые вроде как не конюшни. Тем не менее, все равно они работают и на гитайр. То есть мы имеем военную машину, которая просто обязана воевать. Но вот и зачем такая нация в ФФА? Даже если этот человек не победит, то он испортит всю игру соседям вокруг. Понимаете? Потому что он вынужден воевать. Его идея Македонии в игре, развитие, как раз через войну. Он либо захватывает города и получает там ускорение, озарение. Либо строит юниты, оттуда науку получает и тоже со всеми воюет. Вот в этом и проблема. Никто не захочет иметь Македонию под боком. Потому что это 100% ты с ним воюешь. И даже если вы скажете, так вы можете там объединиться втроем против Македонии и воевать. Окей, хорошо, объединяться втроем против Македонии. Может даже ее и задавят втроем. Но в то время на другом конце те, которым не пришлось против Македонии объединяться, будут спокойно развиваться и влетать. Поэтому Македония и банят. Следующая офигенная военная нация, опять же, это Нубия. Я ее вам показывал в сетевой игре. А все из-за ее способности, которая та сети называется, плюс 50% производства при создании юнитов дальнего боя. При этом все дальнобойные юниты получают плюс 50%. И при этом еще и уникальный юнит Нубии, лучник Питати, который заменяет лучника, сам по себе очень мощный. То есть мы имеем нацию с офигительным начальным уникальным юнитом. Я бы даже сказал, что это просто один из лучших уникальных начальных юнитов в игре. Очень сильный, который быстро прокачивается. Это означает, что он может лечиться постоянно. И вам будет очень тяжело убить этот юнит. У меня, по-моему, есть и ФФА со случайными людьми за Нубию, и есть дуэль за Нубию. Вы можете посмотреть. Я не представляю, честно говоря, как можно от Нубии отбиваться. Вот недавно был ФФА у меня за Испанию, где человеку тоже выпала Нубия. Единственное, я так понял, что ему там не повезло с местностью. И это единственное, что может, собственно, Нубию остановить. Потому что Нубия частенько появляется в очень плохой пустыне. И это единственный минус Нубия. Но если Нубии повезло со стартом, ну, повезло в том плане, что он просто хороший, неплохой. Неплохой, лучше так скажем. То соседям вокруг офигительно не повезло. Зачем этот рандом тогда? Мы будем бояться того, что Нубии повезет или не повезет со стартом? Зачем? Это просто испорченная игра всем вокруг будет. Следующую цивилизацию, которая банят постоянно, это Шумеры. В первую очередь, опять же, из зараннего уникального юнита Боевой Колесницы. Боевая Колесница заменяет тяжелую колесницу. Те самые коляски. Но при этом стоит дешевле в производстве. Не требует содержания. Перемещается на три клетки, а не на две. И на четыре, а не на три, если начинает на ровной местности ход. И имеет ближний бой 30. При этом не имеет штрафов при сражении с противокавалерийскими юнитами. То есть отбиться от боевых колесниц Шумеров, если Шумер решит на вас напасть, просто невозможно. Ну, кроме тех случаев, конечно, если у вас там пересеченная местность, и Шумеру тяжеловато действительно подобраться. Потому что в тот момент, когда появляются боевые колесницы, ближайший юнит, который сможет вам... Который может хоть как-то противостоять боевой колеснице, это мечники. А до них, во-первых, еще намного дальше идти, чем до боевой колесницы. А во-вторых, они требуют железа. То есть противостоять Шумерам, возможно, могут только какие-то те же убернации, типа Македонии, Нубии, у которых есть свои уникальные юниты. Хотя тоже большой вопрос. Да не, Македонин сможет противостоять, действительно. Так что, давайте разрешим Шумеров и будем бояться все соседи вокруг. Опять давайте объединимся против Шумеров втроем, да, вот этим заниматься. Но у Шумеров не только классные боевые юниты, у нее и способности неплохие. Аванпосты варваров дают награду, как будто вы руинку там нашли еще дополнительно к золоту. А самый офигительный бонус, по-моему, вот если на долгую игру, что все союзники Шумера будут получать опыт, воюя против общего врага. Причем это работает даже для всех остальных союзников. Вы можете посмотреть мой ФФА-сериал за Скифию на морской карте. Там тоже были Шумеры, но просто потому, что мы решили сыграть на Архипелагах, для того, чтобы можно было такие вот убернации взять. И Шумер был в союзе со мной, и в союзе с Германией. И когда немец атаковал юнит соперника, а я, а мой юнит, находился рядом, то мои юниты все равно получали опыт. То есть это слишком крутой бонус за союз. И имея Гильгамеша в союзниках, очень хочется со всеми вокруг воевать. Плюс еще и союзники Гильгамеша штраф за милитаризм не получают. Ну и уникальное улучшение офигительное, Зекурат, который дает науку и культуру. Ну раз я упомянул Скифов, то следующую нацию, которую тоже всегда банят, это та же Скифия. Опять же, офигительный начальный уникальный юнит. Он, правда, не настолько хорош, как у предыдущих наций, но дело в том, что тут еще и накладывается способность Скифии. При строительстве легкой кавалерии Скифы получают дополнительную копию юнита. То есть это конные лучники Саки, это кавалерия, собственно, это вертолеты. Грубо говоря, это то же самое удвоение производства в два раза. Только в отличие от Австралии это не на все распространяется, а только вот на юниты легкой кавалерии. Но этого вполне достаточно, чтобы при желании снести ближайших соседей. При этом Скифы получают плюс 5 боевой мощи при атаке поврежденных юнитов. То есть у вас два конных лучника Саки. Один повреждает сначала юнита, а второй уже сразу имеет плюс 5 мощи. А если вы убиваете юнит, то ваш юнит восстанавливает 30 очков здоровья. Вообще любые юниты это делают. Поэтому опять получается, что это нация на войну. Опять получается, что если у вас в соседях Скиф, то он 100% на вас нападет. И вот кому это надо? Это, конечно, весело так поиграть в войнушку. Я думаю, что в дуэлях интересно было бы там посмотреть, например, Скифы против Македонии, против Нубии. Но в ФФА это будет интересно только тем, кто как раз дальше всего от Скифов находится. Спокойно сиди, развивайся, пока там все воюют против Скифов. Ну и еще две нации примерно про то же самое. Это Зулусы и Монголы. У Зулусов офигенная способность очень ранние корпуса и армии. При этом, если Зулус захватывает вражеский город, то юнит, который этот город захватил, улучшается либо до корпуса, либо до армии. Правда, для этого все-таки цивики должны быть открыты. Ну и чтобы вы понимали, корпуса появляются аж в наемниках, а в национализме, там, где у всех остальных только начинают корпуса появляться, у Зулусов уже армии. Уникальные районы и уникальные юниты тоже заточены на войну. Правда, у них не такая уверспособность, как вот той же школы царских пажей, как у Македонии, но все равно неплохо. Уникальный район, который заменяет военный лагерь, то есть он, получается, в два раза дешевле стоит, и на 25% уменьшает стоимость строительства корпусов и армий. А уникальный юнит заменяет пикинера, ну тут проблема, что не всегда в пикинеров идут люди, ну за Зулусов, естественно, надо зайти. И он получает плюс 100% фланговый бонус. Помните гипоспистов Македонии, которых 50% флангового, а тут аж 100%. Ну, фланговый бонус, не многие понимают, это когда рядом с фражеским юнитом находятся два ваших и больше. Три юнита, четыре, они все будут давать дополнительный фланговый бонус. Так вот, у импи он еще в 100% больше. Ну, повторю, это не так круто, как другие уникальные юниты, но то, что у Зулусов очень рано будут корпуса и армии. То есть, грубо говоря, вы за Зулусы сидите, развиваетесь до наемников, а потом на наемниках всех выносите, потому что у вас есть корпуса, а у вашего соседа нет. И даже если вы одинаково, то есть там надо очень серьезно опережать Зулуса, чтобы смочь от него отбить. Или проход к вам должен быть сложный. Не получается у вас этого? Зулус вышел в корпуса, то ли же в наемнике. Все, скорее всего, пакет. Опять, кому это надо? Ну и Монгол приблизительно в ту же степь. Хотя, Монголия вот из всех этих наций, я считаю, наверное, пожалуй, самая такая попроще. И все-таки частенько в играх она бывает. Но я уже решил все-таки добавить ее в этот раздел нации, которые их банят. У Монголов самое крутое, что все юниты кавалерии сразу получают плюс 3 боевой мощи и могут захватывать чужие конные юнит. То есть, воевать против Монголов на тех же танках или кавалерии или рыцарях не очень хорошая идея. А вот что круто, это то, что все монгольские юниты удваивают обычный боевой бонус за то, что их уровень дипломатической видимости выше, чем у врага. Я обратил внимание, что у меня многие люди в комментариях не понимают, что такое дипломатическая видимость. Это когда ваши шпионы больше знают о сопернике, чем его шпионы о вас. Например, это можно повысить перлюстрации почт. Обычный бонус плюс 3. Вот если у меня на один уровень выше, чем у соперника, то у меня будет плюс 3. На два уровня плюс 6 и так далее. У монгола уже на один уровень выше видимости, у него плюс 6 силы против вас. Согласитесь, не слабый бонус, против которого не так и много нужно что-то сделать. Это, кстати, напоминаю, что у французов против всех наций сразу они имеют плюс 3 боевой мощи, потому что способность Франции, дипломатическая видимость выше, чем у всех. Так что иметь под боком Монголию тоже не очень приятно, потому что ты всегда ожидаешь от нее нападения. Потому что у нее все бонусы заточены вот на это самое нападение. Я понимаю, что вы можете там в комментариях написать, что всегда там можно отбиться, сделать то-то и то-то. Но хотелось бы, чтобы условия в некотором смысле в FIFA у игроков были равные. Я понимаю, что это не может быть там и места разные, и нации все-таки разные. Но когда ты в соседе получаешь цивилизацию, которая заточена на войну, а у тебя цивилизация на какое-то определенное развитие, то ты понимаешь, что игра, скорее всего, у тебя испорчена, и ты вряд ли сможешь победить. Тебе придется от него отбиваться, с ним воевать, а в то время люди на другом конце, пангеи, будут спокойно развиваться. Именно поэтому перечисленные мной цивилизации в сетевых играх в FIFA банят. Ваши комментарии, правки, естественно, жду под этим видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Вы слышали Алексея Халецкого, играйте в умные игры, и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры, и всем пока.